Толмачева Наталья Ивановна Толмачева Наталья Ивановна Толмачева Наталья Ивановна Толмачева Наталья Ивановна После этого вы куда-то обращались? После этого я пригласила соседку Аллу Владимировну, и мы с ней стали ходить по инстанциям. Начали с УЖКХ, потом ходили, подскажите, Алла Владимировна, в инспекцию по декоративно-прикладным деревам. Ходили в горсовет, или как его, в Мискарада, туда, значит, обращались тоже. Принимали нас, принимали наши заявы, принимали и выслушивали нас, но говорили, бюджета нет, денег нет, и мы вам ничем помочь не можем. Все кивается на то, что бюджет не принят, я правильно понимаю? Ну вот, как-то мы, да, так слышали. Потом мы спрашивали, как можно своими силами, своими средствами это убрать. Нам сказали у УЖКХ, дерево на подотчете у города, вы не имеете права ничего там сами самовольно делать. Я говорю, так как же нам быть? Ну вот, давайте будем ждать 16 лютого, пока, значит, бюджет примут, сессию, да, в городскую миску. А если не примут? Ну, я ж не знаю. Так, теперь давайте еще один вопрос. По этому дереву вы обращались раньше куда-то? По этому дереву мы обращались, когда оно еще немножко короче было, и когда вот эти ветки били прямо в стекло, сами ветки. Это был и 10-й год, и 11-й, и вот у нас остался документ 12-го года. Ну, я сфотографировал. Да, который, значит, говорит о том, что мы про это дерево, за это дерево, за водосточные трубы, за карниз, который дерево сбило своими сучьями, вот, мы обращались. И письменно обращались, и... И в 10-м году вы говорите обращались? Да, и в 9-м, и в 10-м это было. Просто вот у мамы я не увидела документов, я уже искала здесь, но я их не нашла. Видимо, она со зла, со всего уже все это выкинула. Ну вот 12-го года я нашла в папочке это заявление. Вот, и мы подали и 12-го года заявление, сказали, что это дерево нас мучает всех давным-давно. Вот, по нашему вот этому стояку все бабушки, и вот они потихоньку начинают умирать. Вот. Понятно. Я еще дерево снять. Прямо в окно мы видим вот такое аварийное дерево. Оно наполовину сохшее, я вижу, и... Ветка вон внизу. Да. Нам пообещали приехать в прошлый вторник. Посмотреть. Приходила из УЖКХ Дарья Вадимовна, фамилию забыла, которая заведует этими деревьями. Вот. Она пришла, подивилась. Мы вышли тоже. Она посмотрела. Ну, я не знаю, она как-то ничего не сказала. Она говорит, да, ну да, я знаю, наше это дерево уже смотрят лет пять, наверное. Все деревья в округе, которые легко снимаемые, легко спиливаемые, их быстренько спилили, и как-то приезжают, пилят и пилят. Я как увижу, что кто-то пилит там дерево, я их приглашаю. Я говорю, посмотрите на наше дерево. Оно руйнует нашу крышу, но оно создает этот самый, ну, неблагоприятные условия для жизни. Что нам, значит, опять сказали? Вы понимаете, разумеете, у вас на даху, значит, две электросети стоят. Ну, две палки и две этих, ну, вот увидите там, посмотрите. С той стороны вот хорошо видно. У вас перед этим деревом тепло, вот эти трубы стоят, значит. Теплотрасса. Да, как оно называется. Вот. У вас такое вот положение этого дерева, что вот не подъедешь к нему, не подойдешь к нему, не машину не поставишь. Ну, вот ничего, он и надо рубить. И вот это дерево растет, растет, растет уже. Скажите, у меня один вопрос. У вас есть задолженность по оплате? Нет, по оплате, что мама моя, Царство Небесное, и она платила день в день, 11 числа у нее была пенсия, и она уже 11-го. Я правильно понимаю, что у вас все всегда оплачено, но, тем не менее, вам приходится за свои же деньги еще думать, что делать с этим деревом. Я правильно понимаю? Ну, да. В принципе, да. То есть вы заплатили вовремя, все, ничего не должны, а еще ломаете себе голову. Ломаем. Вот ломаем с 23 января по сегодняшний день, мы все вот ломаем головой. Ну, мы не постараемся. И мы прошли эти все инстанции, и нам как-то, вроде бы и обещают, и в то же время оттягивают. Вот я нахожусь на техническом этаже, и мы видим, ну, крыша, мягко говоря, дырявая. Вот это жестью, вот кровельщик, видите, жестью закрыл. Вот это он сам закрыл. Вот это кровельщик, вот дерево, вон дерево, прям дырка. Вот это он закрыл, жестью. Вот это такая дырка. И это все течет. Смотрите, вот видите, вам видите, полностью вот так, говорит, бревно лежит на этом, на крыше. Да, видно снаружи. Вот это кровельщик частным образом нам откинул с них, и вот это он сам, ну, устранил течь. А в таком состоянии у нас вообще чердак. Вот это у нас льет, заснимите в кухне, это льет, на кухню льет. Это льет у нас тоже, у нас ляда, вот так вот, все, видите, это все гнилое. Все, когда дождь у нас капает прямо в подъезд. Вот, крыша полностью требует ремонта. Нормальные. Хотя вот эти, ну, менялась при кухне... А сколько лет дому? Дом с 59-го года. А как давно крышу не знаете делали? В 99-м году при Анатолии Тихоновиче менялась крыша. Посмотрите, вот видите, шифер, он затек. А балки меняли? Я, наверное, да. Вот видите, вот он затекший, капец, знаете, какой боже, ужас. Это с 11-го, брат в 11-м умер, поэтому я говорю, я все кушаю. Субтитры сделал DimaTorzok